Остановка Раздора, гаражи на улице Кавалерийской. Год назад во время ремонта дороги здесь демонтировали остановочный павильон. Тогда жители возмутились в первый раз. Это вторая по счету, но первая по популярности у пассажиров остановка двух единственных маршрутов, автобусов 24 и 57. Через некоторое время поставили старенькую. А по осени мы идем, смотрю, они уже здесь выдалбливают. А еще снега не было. Я думаю, наверное, хотят вот такую поставить, современную. И все, на этом все закончилось. Контрастный осень 2023-го, когда плюс уходил в резкие минусы наоборот, с дождями, снегопадами и ураганом местные пассажиры ощутили, как никто другой. Утром идут люди на работу, всегда на эту остановку, не на ту, а на эту. Детей везут. И в садик, и в школу, и в кадетку везут. Ну, везде детей везут. А буран. А еще вокруг большой гаражный кооператив. И те, кто живет далеко, оставляют машину здесь и уезжают с этой остановки. Кстати, на остановке напротив павильон есть. Это предпоследняя остановка на маршруте. И кому здесь нужна крыша над головой, жители не понимают. Павильон появился после того же ремонта дороги. И это вызывает еще больше возмущений жителей. Под ее крышей прячутся пассажиры с остановки напротив. Везем нас от рассаду. Мы вон там сидим, ждем. Идет автобус. Вот вы представляете, она же тяжелая. Все эти. И мы бежим. И нет еще уверенности, что мы можем успеть, если здесь стоит один человек. Своё мнение люди не раз адресовали властям. В Дорожном комитете города нам сообщили, что знают об этой проблеме. И скоро на прежнем месте должен появиться новый остановочный павильон размером не меньше временной конструкции. Специалисты объяснили, что габариты рассчитали в зависимости от остановочной площадки. На вопрос, почему уже два месяца об остановке свидетельствует только знак и урна, в комитете ответили так. В связи с задержкой поставки материалов, необходимых для изготовления остановочных павильонов, потребовалось больше времени для монтажа остановочного павильона. Власти обещают, что новый остановочный павильон появится здесь до конца 2023-го. И более чем годовая история возвращения конструкции должна закончиться. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком.